Техническое открытие физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось осенью прошлого года, однако до сих пор жители Ульяновского района не могли воспользоваться новым бассейном. У местных властей отсутствовали деньги на запуск объекта в эксплуатацию. Тогда губернатор Алексей Русский взял вопрос на личный контроль. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться перед открытием ФОКа, рассказал директор детской юношеской спортивной школы Эдуард Миначев. И вот эти большие трудности, то, что когда переделали проекты, поэтому возникли такие сложности сейчас при введении его в эксплуатацию. Дальше привод в эксплуатацию. Тут небольшие трудности были у нас с сетевой компанией, но сейчас на данном этапе мы все это решили. Несмотря на все трудности, открытие все-таки состоялось. Современно спортивный объект разместился в двухэтажном здании и включает в себя плавательный бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров. В день поплавать смогут 450 человек. Работает также и тренажерный зал. Очень благодарны всем вот этой команде. Большой-большой вам и низкий покров. А так, как всех. По итогам народного голосования комплекс назвали в честь заслуженного учителя Александра Петровича Макарова. Ему вручили сертификат на пожизненное посещение бассейна. Совершенно чудное, долгожданное. Ну, это ничего, лучше позже, чем никогда. Ну, как вода? Хорошая вода? В 28-м раз, как полагается. Новый спортивный объект смогут посещать жители рабочего поселка Ишеевка. Также планируется заключить соглашение с Федерацией плавания для привлечения тренеров. Все дети Ульяновского района, которые посещают детскую и юношескопортивную школу, а у нас в школе это около 12 видов спортов, они все, как в рамках тренировочного процесса, они все будут посещать бассейн бесплатно. Наряду со школьниками и учащимися спортшколы Новый Фокс могут посещать бесплатно льготники и все желающие на платной основе.